АПЛОДИСМЕНТЫ Сильно похудела? Ну, посмотри, дорогой, заметно? Я говорю, заметно. Глаза голодные. Дочка-студентка, ну, никак на себя не налюбуется. Папа, скажи, а я хорошо сложена? Я говорю, хорошо, доченька. А кто складывал? Сын восьмом классе учится, двоечник, петарды обожает. Сижу я за столом, ем салат, одет в костюм тройка, галстук, трусы, майка. И вдруг как шандарахнул, у меня оба глаза под майонезом. Я за сыном любимым, чтобы его прибить. Он от меня во двор, я за ним. Вернулся с поцарапанной рожей. Ну, а кто знал, что он через шиповник побежит? А вот и теща пожаловала. Ирина Андреевна. У нее дома ремонт, поэтому она пока у нас живет. Пока. Эти пока уже полгода уже длятся. Она у нас учительница по физике. И поэтому создает всегда постоянное напряжение. Любит своей эрудицией блеснуть. А ты знаешь, что было бы, если бы земля вращалась бы в 30 раз быстрее? Я говорю, что было бы, что было бы. Зарплату давали бы каждый день. Но если у тещи хорошее настроение, она может запеть. Но это не дай бог. Ирина Андреевна поет, как будто отпевает. И постоянно ко мне цепляется. Ну, все время ко мне цепляется. Как тебе не стыдно? Ты только что сходил в интернет, и теперь этими руками берешь хлеб. И что я заметил? Каждые 15 минут, когда я дома, она дезодорантом пшикает. Чтоб духу моего не было. Никакой благодарности. Они как-то с дачи приехали всей семьей. Я решил их ужином встретить. Накрыл на стол. И уже с прихожей слышал. Я так и знала. Все уже остыло. Все уже холодное. А на столе холодец, винегрет и мороженое. Ну и что подогреть? Теща просто простить не может одной моей шутки. Она с курорта приехала, стала взвешиваться. А я, ну, сзади незаметно свою ногу подставил. Теща чуть умом не тронулась. У нее лишние 20 кило оказалось. Ну, я потом для перемирия подарил ей фен. Так у этого фена что-то замкнуло. И потом теща всем рассказывала, что я ей этот фен специально подарил, чтобы ее током грохнуло. Боже, как ей подходит, а? Как ей подходит ее девичья фамилия? Ну, она до замужества была Ирина Андреевна Ослова. То есть Ослова и А. Нет, я уже дома не знаю, что делать. Этот ремонт у тещи неизвестно, когда закончится. Я уже дозрел до психушки. Ну, я охоту не люблю. Ну, поехал с друзьями поохотиться. Ничего не подстрелил. Купил в магазине для отчета две курицы гриль. Принес, говорю, вот, принимайте добычу. Ну, сам лично подстрелил. Теща сразу, да, а где кровь, а где перья? Я говорю, нет крови. Я в глаз попал. Вот так, чтобы все перья повылетали. Ах, вот это предлог. У него сейчас переходный период. Когда он от одной стервы переходит к другой. Ну, сейчас же мода такая пошла, когда 50-летний на 20-летних женятся. Они же им ровня по уму. Я говорю, что я виноват, что ли, что на этой охоте никого, кроме ежиков, не было. Я говорю, в следующий раз настреляю вам ежиков на воротник. Боже мой, ну что делать? Куда деваться? Ну, на работе найдут. На даче достанут. Звоню в туристическую фирму. Какую-нибудь горящую путевку. Прямо сейчас маршрут значения не имеет. Что в Сочи замечательно. Черное море, как оно прекрасно. Ласковая волна, рыбки. Главное, что никто тебя не достает. А кругом купальники всех цветов. И серьги под цвет глаз. И в тебя градус за градусом. Рюмка за рюмочкой. И день, и два, и три. Но уже как-то отвык от нормальной жизни. Привык к придиркам, упрекам, неблагодарности. Привык к тещиной поговорке. Поживем-увидим. Доживем-узнаем. Выживем-учтем. И почему-то тянет к своим. Без которых ты обречен на одиночество. И ты уже спешишь домой. Потому что знаешь, что только там. За тебя по-настоящему волнуются и ждут. Что именно там живет та самая женщина. Которая покорно согласилась принимать от тебя твою зарплату. И все это называется любовью и даже счастьем. И вот я уже прилетел и звоню домой. Дорогая, я уже здесь, в магазине. Что купить? А в ответ бодрящий голос жены. Купи себе квартиру и живи отельно. Я говорю, дурочка, глупышка. У меня же из-за вас началась жуткая тоска по родине. Так что встречай и психологически готовь тещу. Приеду, я тебя расцелую. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...